Итак, сейчас я в этом видеоролике покажу, как выполнять задания по добавлению страниц сайта в группы на сервисе Subscribe.ru. Когда вы получаете задания, то вы получаете список ссылок. Вот ссылка на одну группу, ссылка на вторую, на третью и так далее. То есть ваша задача взять вот эти все ссылки и открыть в отдельных окнах. Их будет несколько штук. На примере первой группы, сейчас покажу, что будем делать дальше. Вот, зашли в группу, вот группа. Вот здесь сбоку появляются настройки. И вот здесь вместо покинуть группы будут вступить в группу. То есть нажимаем вступить в группу и после этого ставим галочку. Вот здесь галочки, видите, не высылать, высылать сразу, высылать раз в день. Выбираем галку не высылать, потому что если поставите галку какую-то другую, вам просто почтовый ящик заварят. То есть если вам предварительно предложат зарегистрироваться на Сабскрайбе, просто регистрируемся. То есть вступаем в группу. И так делаем точно так же с каждой группой, что я вам по списку дам. Вы открываете их все по очереди. После того, как вы все это сделали, если вы нажмете вот здесь вот вкладку «Мои группы», то у вас откроется вот слева вот такой вот список, здоровый список, много-много будет групп. В том числе здесь и настройки, которые вы можете тут же регулировать. И следующее, что от вас требуется, это открываете по очереди все эти группы. Это, опять же, нужно вам для удобства и скорости работы. Вот берем первую группу, открываем в новой вкладке. А предупреждаю сразу, выполнять данную работу имеет смысл в браузере Mozilla Firefox. Почему? Дело в том, что этот браузер более приспособлен для выполнения такой работы в плане оставления ссылок, в плане размещения картинок и всего остального. Поэтому будете делать в другом браузере. Не удивляйтесь, если у вас что-то не получится. Поэтому используем именно этот браузер. Вот на примере трех. К примеру, возьму ссылок, открываю три группы, захожу в них. Вот одна, вторая, третья. Открываю «Создать новую тему», нажимаю в этой группе. Второй тоже для удобства открываю. То есть, когда мы работаем для ускорения работы, просто открываем несколько штук, вот сколько здесь помещается, пачками буквально. По очереди они сейчас все откроются. Часть уже открылась. Мне много не надо. Иду на мой сайт. Вот сайт вам для работы, к примеру, дала страница. Для примера, вот эта страничка. Адрес страницы. Но работать будем с чем? Обратите внимание, вот заголовок статьи «Мадрид», «Искусство» и так далее. Вот копируем мышью. Копировать. И сейчас вот что у нас тут открылось? Вот сюда. Название темы. Вставляем сюда, это будет наше название темы. Далее следующее, что мы отсюда копируем. Обратите внимание, это относится ко всем типам работ. Вот буквально первое предложение, там несколько предложений. Вот такой вот квадратик небольшой. То есть буквально там одно, два, может быть, три предложения. Немножко. Не надо пол статьи. Вот столичка буквально. Ну, может быть, еще там чуть-чуть статьи. Может быть, даже не обязательно. То есть кусочек. И вставляем вот сюда. Здесь вставили. Так, нет, не то. Это у нас еще не скопировалось. Так, сейчас я добавлю сюда эти заголовки. Так, где нужно? Выбираем нужный раздел. То есть что тут выбрать интересно, к примеру. Здесь раздел, например, Туры. Так, здесь раздела нет. Так, и отсюда сейчас просто скопируем кусочек текста. Вставляем вот сюда, как обычно. Вот текст появился здесь. Здесь. Ну, сейчас я не буду вообще вставлять. Я покажу вам свой прием более удачный, в этом плане, быстрый. Сейчас скопируем картинку. Как это делаем? Вот здесь выделяем мышью. Вот так вот сейчас. Вот она. Сюда примерно выделилась. Вот здесь захватился кусочек текста. Вообще его не должно было быть. Ну, ладно. Копируем. Ctrl-C и Ctrl-V вставляем вот сюда. Вот в это место вставляем. То есть в самом начале. Так, лишнюю вот эту удаляем. То, что у нас кусочек отобрался. Вообще его не должно. Но вот в этот раз получилось, значит, получилось. Теперь выделяем картинку. Щелкаем по вот этому изображению картинки. И делаем следующее. Выбираем выравнивание по левому краю. Обновить. Видите, выравнивание. Так, видите, текста маловато. Чтобы немножко увеличить, можно пробелы сделать. Вот так. Далее добавляем. Читать. Далее. Теперь копируем следующее. Вот этот заголовок. Копируем отсюда. Он будет автоматически уже со ссылкой. То есть для вас удобно. Копируем мышью, как обычно. Ctrl-V. Щелкаем теперь по ссылке. И снова щелкаем по ссылке. Выбираем «Открыть в новом окне». Этому же не выбираем. Выбираем в новом. Обновить. И теперь кусочек текста просто выделяем жирным. Раз. Выделили. Так, следующее. «Опубликовать». Так, это вот напечатанное. Вот, видите? Это будет наш образец, который мы сейчас будем везде в каждую группу копировать. Как мы это будем делать? То есть копируем в заголовок. Я сейчас заголовки уже скопировала. Ну, покажу, например, еще раз. Копируем. И вставляем во все наши открытые страницы. Вот у меня открыто несколько штук. Здесь уже скопировано. Теперь копируем следующее. Вот вместе с картинкой копируем текст, который вставляется. Скопировали, вставили. «Опубликовать». То есть форматирование все здесь сохраняется. Именно в этом браузере. В других браузерах это не сохраняется. Там нужно все делать вручную и очень неудобно. То есть раз. «Опубликовать». Сейчас у нас это появится. Видите? Вот здесь. И вот здесь. В результате, что вы мне присылаете на проверку? Вот здесь вверху появляется новая ссылка. Вот тема на модерации, новая ссылка. Здесь то же самое. Новая ссылка. Вот это и вот новая ссылка. То есть все вот эти ссылки собираем в кучку и присылаем мне на проверку. В этом состоит ваша работа. Теперь для вашего удобства. На самом деле, когда вы в одной из групп зарегистрировались, вам может приходить сообщение. Сообщение «Сабскрайб-групп». Щелкаем по адресу «Сабскрайб-групп» и выбираем в группе такой-то. Любой из наших групп приходит сообщение, к примеру. Чем это удобно? Во-первых, автоматически вы прямо с почтового ящика заходите в свой профиль. Не нужно заново все эти данные вводить, пароль и логин. Автоматом вас перекидывает, куда нужно. И далее вот здесь просто набираем «Моя группа» – «Лента групп». Сейчас нам откроется вот этот как раз список, про который я вам рассказывала. И уже по списку просто друг за другом открываем новые вкладки. Вот. Вот здесь тема новая можно отметить как прочительная, чтобы не мешала. И теперь по очереди. Вот мне удобно, к примеру, с самого низа начинать. То есть вот этот список. Открываю, допустим, вот этот пакет видимости, вот сколько я здесь вижу, открываю их вот здесь вот на странице. С ними работаю. Потом опять эта страничка сохранилась, да, раз, с этого места опустили этот момент. Следующий. И следующий делаем опять же объект. То есть отслеживая все это, в нескольких страницах открываем для удобства. То есть открываем это, публиковать, вот, к примеру, для удобства, да, открыли несколько штук, они все откроются по очереди, для удобства создать новую тему. Пока она загружается, следующая. Пока загружается, следующая. Так, затем берем заголовок, уже отсюда копируем, вот он. Точно так же копируем, вставляем в каждую из них для удобства. То есть это все для ускорения работы. Нет смысла возиться с каждой темой и сидеть тут что-то выписывать, вырисовывать, и каждую из них заново набирать. Ну, вот, к примеру, вот так вот название темы. Вот, точно так же копируем опять тему, то есть заголовок и тему. Вот, сюда опубликовать. Опубликовать. Как видите, очень быстро получается вот таким вот способом. То есть тоже вот приподнимаем, опубликовать. Все, и после этого мне просто вот эти вот ссылки, которые в конце выдаются, вот эти, высылаете на проверку. Вот, только не вот это вот, после того, как появился именно вот кусочек наш. То есть не когда в процессе движения идет, а именно вот результат наш. Вот он, видите, меняется адрес. Вот. Вот это то, что вы должны выслать на проверку. То есть, видите, задание простое. Работаем вот с этим списком. То есть изначально вы его получаете, открываете у себя, и после этого просто по этому списку быстренько-быстренько все прогоняете. Вот он. Довольно просто, удобно. Надеюсь, все задание вам понятно. А потом просто высылаете мне вот эти вот ссылки, вот пакет ссылок на проверку. Все. Все понятно. Успехов.